Мы на протяжении последних месяцев сами об этом говорили на областном уровне, это и лично. Я присутствовал на депутатских слушаниях, которых проводил Николай Васильевич, по ходу, которые были инициированы, и на областном уровне были уже непосредственно не было с ними депутатами организованы большое публичное совещание на прошлой неделе, где также присутствовал, отчитывался непосредственно за обрет по фонду капитального ремонта. К сожалению, за прошлый год на самом деле проведение ремонта не только в городе Балахова, но и в целом Саратовской области на невысоком уровне, он не достигает 10%. Поэтому вопрос губернатора поставлен и перед запретом, и перед всеми главами восстановить этот промену, провести максимально ремонтные работы, работы капитального характера, ремонтного капитального ремонта во всех муниципальных образованиях. Да, мы собирались здесь со всеми подрядчиками и компаниями, которые на территории города Балахова, и вообще здесь присутствуют не балаковские компании, но тем не менее работающие, по приведению в порядок крови по фонду капитального ремонта и иных мероприятий. Приглашали также приезжать руководителя фонда, Прохора Версергиевна. Диалог был, скажем, насыщенный. Город Балахова взяли по поручению запрета, взяли на особый контроль, потому как собираемость у наших жителей одна из самых высоких, более 80%, но план выполнения низкий. Здесь есть и просьбы к Министерству строительства ЖТК в изменении ряд документов, нормативных документов, которые способствовали бы, так сказать, благоприятному вхождению в работы и управляющей компанией, и подрядчикам, с тем, чтобы у них и доходность оставалась, и люди получали качественную работу. Сейчас пока в этом плане нет, так сказать, консенсуса, как сказать, вопрос держим на контроле. Но надо сказать, что по спецсчету работы выполняются практически хорошо и с воевремя. Сильно отстает так называемый котловой принцип работы. А сколько сейчас у нас в Балаковце накопили средств в общем котле? В общей сложности уже, начиная с октября 2014 года и по сегодняшней, более 700 миллионов рублей предъявлено. Собрано чуть менее 600. В задолженности остается порядка 130. Последняя цифра была 130 миллионов. На данный момент находится в задолженности. Если говорить о начале работы с октября 2014 года по капитальному ремонту и сбору средств. Надо признать, что последний год очень позитивный по сбору средств. Очень позитивный. И на территории города Балаково, и как докладывали на последнее совещание, в областной год в целом просто расходы. Поэтому люди справедливо требуют выполнить капитальный ремонт.